Мама, ему можно молочком сейчас, он еще маленький, понимаешь? А сейчас же только желток можно добавить? Да все можно, они едят отрубанное яйцо, только целое яйцо вряд ли съест. Половиночку съест, это ему целое кормление будет. Они знают, что такое яйцо, они играют, играют. То есть в этом плане самое главное, что ветеринарный паспорт, ты не забудь мне потом, Юля, я его потом напомню, прививку когда сделаешь это? Позвонишь Даша сделать? В 20-е часы. Привыкают клички, привыкают к ежедневным дням, к людям призвыкают. Деван, что такое? Не, оно что не гривый такой веселой? Ну конечно, сегодня поскулить немножко и может быть это, ну на ручки взять, одеялко ему постелить, как-то тепло, чтоб он понял. А вот эта пеленочка, она пахнет этой мамой? Да, это я им ложу всегда перед тем, как... Ну понятно, чтоб он чувствовал... Ну он помнит, но он все равно поскулит, конечно, потому что тут же такой коллектив. Да понятно, они один. Да. Не переживайте, если мама даже скажет, что он чешет, я всегда говорю, что это уже уши постригли и... И уши еще обработаны, то есть... Ну ты разговаривай с ним, Лёш. И сам что. Значит смотри... А это Чиля. Там дальше по вопросу, вот прививочка сделана, пусть мама потом звонит. Я потом покажу, как это ушки, как коготочки, ну то есть я это сама все сделаю. Где твоя мама живет? Ну... В проспект Воронцову. Вот сейчас вы приедете, вкусненько что-нибудь ему дайте, два рожка, можно кормик размочить, чуть-чуть мяско присыпать, такой вот, знаешь, молочка налить. Потому что я его специально сейчас в обед не кормила, чтобы он в машине не брал. Ну то есть, чтобы он сейчас поезд с полным животным. А сейчас как раз вот он подъедет, а вы ему что-то из ладошки прям. Ух ты! То есть, понимаешь, и он сразу контакт, то есть... Видишь, а портик уже носит игрушки. Да, игрушки ему такие тоже... И лапы дают. И лапы дают. О, видите, как их нравится. Маленькие, я, конечно, не даю резиновые, которые можно отгрызать и куски их вот так вот, знаешь. Я даю, в основном, плюшевые, канатики вот эти плетеные. Канатики, да, я куплю канатики. Ну, вот такое. Детские белые носки, так в узел завязали, концы торчат. Пусть ножницы. У него ножки будут махнуты. А теперь вот так вот стричь будет, ну то есть, и будет красивенько. То есть, оно не мешает твоей маме, оно не линяет. Вот это стрижки, ее достаточно, ну, раз в один стрижем. 19 января, да? Да, я ведь паспорт тебе написала, я документ тебе дала, там все написан документ. Просто он не в стандарте, он не подлежит смене. А что тут написала? Мишка. А? Что тут написала? Мишка. Мишка. Ну, хотите, называйте Микки, Мишка, но он нормально отзывается. Хотя, с другой стороны, он привыкнет через 3 дня к другой кличке. Как вам нравится? Пусик, Пусик, как хотите, так и называйте. Пусик. Увидели, подмыли, вытерли салфеточкой, потому что это же ребенок еще. Может? Да. То я укакалась, это у меня прилипло, поэтому... Виталия у нас в архиве. Ну, смотри, в воду... Это все равно останется. Можешь разговаривать, потому что это все равно останется в закрытом виде. Если чуть-чуть его послабит в первое время, это переход на другую воду. У меня тут Аульский водопровод, а у вас там другое. Там же была вода. Чуть-чуть иная вода, поэтому... Психология. Поэтому...